так итак всем привет с вами эсидкэт и сегодня мы поговорим о местах самопроизвольного появления ржавчины на автомобиле volkswagen tiguan в данном случае что имеем автомобиль 2010 года выпуска сентября месяцем то бишь шесть лет исполнится в этом году в сентябре так сейчас начнем с этого порог порог естественно был приведен в такое веселое состояние не без моей помощи признаюсь и в первые годы первый год тут вознимаю вылезли маленькие пупырки я их закрасил но уже шкурил штатным этим на маркере который имеется штатная щеточка зубастая зашкурил с тех пор уже маскировочный портеляр ну почему такое происходит все слишком просто домой пускаешь в берцах и не желая засирать салон снегом и поручи грязи этим садится берешь именно вот так вот включишь просадившись и стороне ну да тут это все это дело повстукивал вытираю тряпочкой так что было видно ну так вот немножко пошловато я украшу лучше так кстати вот покрасил в том году как-то не знаю то ли краска покупал уже новую краску вот она белая нержавеет ничем не оброватал кроме быстрого чистителя кинали так еще один момент вот все таки сюда вот попадает снег вода грязь всяких танк машина неделю назад была на майке не обращайте внимание обычное состояние машине курю я макдак ну срать они не сру ну просто вот через так что иногда пепел падает и картошина смогла завалится ну там пока и честно кстати вот состояние сидушки можете заценить она еще не порвалась но уже промялась но сидушка достаточно хорошая удобная ладно сейчас не об этом идем дальше недавно тут заметил где-то на крыше мойки будучи заметил я малюсенького рыжика но он скол без ржавчины так что пускай будет когда долезу красить порог сюда поставлю пару точек так дальше задняя левая дверь пожалуйста том году заметил уже как видите обрабатывал уже как видите опять она оскаливает вот эти все моменты беру подходя к машине со своим чемоданом вот с тем большинство достается вот этими вот этими вещами так что ты тут все царапки закрашены были еще давно ну кстати закрашивал я просто не закрашивала с лаком закрашиваешь с лаком она очень сильно уделяется вот когда закрашиваешь без лаком она не уделяется ну как бы каждый дрочек как вы хочет делать делаю так и соответственно царапки так но вот этого платок для грязи и снега все это знает идем дальше дальше тоже левая сторона идите скорее вот пожалуйста том году обнаружил уже красил как видите перейдем дальше в этом году в этом году вот обнаружил в этом году то есть тот у нас год был 15 до этот 16 в этом году вылезло вот это так же самое буду задирать этой штатной щеточкой и закрашивать вот так но это последствия открывания так здесь 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 пока все в идеале это у нас уже задняя правая пассажирская дверь он покосан каблуками женскими каблуками как видите не так часто не так сильно за бутылка катится здесь как было один раз как помню закрасил такие больше не трогал передняя правая пассажирская дверь правильно правильно ну сидушка естественно с меньшей выработкой так идем дальше сколы мускулы и моей любви кататься по лесу они неизбежны и значит скола по капоту самое смешное смешное эти сколы проявились первый год эксплуатации и больше их не было вот это вот было закрашено еще родной краской с лаком надо тут какой-то свежачок такие незаметные несущественные сколы сколы закрасиваю принципе больше не драчу над этим капотом мухобойки эти категорически ненавижу потому что под ними еще больше собирается грязи и шагрени вот что еще там еще показать то еще показать для раздела к ложкой сборка но это уже мои лесные похождения это я в лесу терянулся от куст и вот это вот на первом году или на втором году какой-то пидорас мимо проезжал на парковке зацепил тоже родная краска и по моему без лака или с лаком такой но это механическое воздействие пидорасов сторонних это уже не я по лесу катался так вот это это чё это следы езды по лесу на кстати резина стоит вот такая вот долл об гранд трек а т3 нормально балансируется чуть-чуть повыше дорожный просвет не надо заморачиваться с проставками напрягать привода и так далее и как бы в разумных пределах пролезешь в болоте что с проставками что без проставок засядешь так что еще ну вот на двери еще какой-то и попы и вылез заметил только что только что заметил может это какая-то каменечка отлетела может где-то открыл дверь опять же тот же куст тык нового сейчас вылез хрен знает в лесах я бываю часто на этом автомобиле ну вот как то так тут конечно бесит эти вот места просто тупо бесит на ровном месте с ничего улазила на таки сугробы на ю тубе обзорчики видел кто-то сам советовал вот эти заглушки вытаскивать для того чтобы проветривая внутренняя полость двери батарейка разрядилась повторим на ю тубе обзор видел какой-то молодой человек советовал вытаскивать эти заглушки есть для того чтобы внутри внутренней полости двери багажника собиралась влага нам дельный совет не вздумайте этого делать никогда потому что точно туда будет попадать влага всякой херня и будет вам счастье влага скажем так быстрее попадет через вот эти вот фонарики кстати вот этот у меня новый я поменял 2000 году а этот еще родной вот то есть в том году я менял период соленоид или замок двери багажника и специально нырял фотоаппаратом вовнутрь и делал коммент по поводу того что кто-то жалуется что там внутри гниль ржа и нету антикора найдите кому не лень видос у меня на канале замена замка двери багажника и посмотрите внимательно там все четко показано двери все нормально чисто сухой никакой ржавчины пошел от резинки вытаскивать не стоит что вроде как бы и все что обещал отснять за видосики показать то и отснял за видосил и показал стать серьезно задумался над тем после того что запенить вот это вот дело нишу для грязи запенит нахрен монтажной пеной аккуратно это все обрезать и сверху какой-нибудь пластик положить ну реально до грязь снега пыль собирает вот ну все всем пока с вами был осетка это всем добра позитива здравия ну и так далее увидимся на канале да кстати подверяем еще момент по внутренним моих пространствам скажем так чем больше здесь у вас будет грязи отталкивающей белой смазки и силиконовой смазки и прочей другой байды не забывайте кстати силикончиком брызгать эти резинки к здесь лучше будет классически грязно чем классически ржава и сейчас я тряпочку оттереть все здесь будет сейчас все блестеть потому что там лежит слой смазки а на нем слой пыли который но никак не влияет на скорость и тем более уж на антикоррозительную устойчивость автомобиля вот ну как то так думаю наш обзор можно заканчивать поехал я дальше по делам да кстати забыл еще один момент дополнить для владельцев детей про кресла мы сейчас не говорим про их сняты много тестов обзоров написаны всякие правила изданы законы короче мы сейчас об этом не разговариваем за владельцев детей вот сейчас у нас май месяц а в сентябре я постелил такую пенку сыну меня 6 лет ввожу его вот так вот посадил пристегнул дело не в том просто пенка была в идеале сентябре месяце вот с этой стороны тут у меня подрали кошки дома вот тут она была в идеале вот сейчас май а в сентябре постелил пенку смотрите вроде сидения так на всякий случай полезный совет и что хорошо пенка отдает тепло моментом когда на нее садишься зимой когда сажаешь жопа не мерзнет все четко так что рекомендую пеночку в подогнать и толкать туда подальше но процесс на мы сейчас речь не ведем другая